Сигнал тревоги возвещает о пожаре. В течение двух минут воспитатели должны вывести более 400 ребят из горящего здания. Три корпуса, в каждом два запасных выхода. Главная задача, чтобы в панике не произошло давки и никто из детей не пострадал. Согласно легенде, пожар разгорелся в одной из спален. Кто-то из ребят получил ожоги. К этому моменту поспевает бригада спасателей. Огнеборцы тушат пожар. Другие сотрудники МЧС эвакуируют пострадавшего ребенка и оказывают ему первую медицинскую помощь. Ровно две минуты. Весь состав лагеря на улице в безопасной зоне. Пожар удалось локализовать. С учениями в РЗИ справляются на отлично. Такую оценку дают МЧСники. Эвакуация прошла, можно сказать, на хорошо, так как сотрудники вовремя среагировали. Сработала вовремя сигнализация. Все дети были эвакуированы на безопасную зону. То есть, от здания 10-15 метров. На этом учения не заканчиваются. Теперь воспитанников РЗИ проверяют на знания правил поведения в случае ЧП. Главная задача – объяснить детям, как вести себя во время пожара, когда рядом нет взрослых. Ведь именно это стало причиной трагедии в Хабаровском крае. Четверо детей погибли и помогают другим ребятам выбраться из горящих палаток. Вот 112 – это ЕДДС, единая дежурная диспетчерская служба. Если вы позвонили 112, надо сказать, соедините меня с пожарным, с милицией, скорой, газовой службой. Они соединяют. Только после этого вы должны сказать или пожар, или милиция, или что-то. И в обязательном порядке, свою фамилию, имя, отчество и контактный номер. В обязательном порядке. Контактный номер зачем нужен? Если примерно сегодня улица Асканово, а ее потом переименовали на Джабагиева. По нашей данной, она идет от Асканово, вы говорите, Джабагиева. Если это улица или переулок где-нибудь, мы можем найти, то вы могли позвонить, и вы могли сказать, где подъехать. 112 – номер, который должен знать каждый. И взрослый, и ребенок. Правда, в случае лагеря Ирзи это мало чем поможет. Ведь детская здравница расположилась в горах, где мобильная связь не ловит. Поэтому здесь круглосуточно дежурит спасательная группа. Это сотрудники и студенты Республиканского пожарно-спасательного колледжа. Во дворе лагеря стоит и пожарная машина, которая здесь всегда. Это советский ЗИЛ-130. Здесь 4 тонны воды, около 4. Но он выкидывает ее в течение 10-15 минут. Работает очень быстро. Но здесь, в здании, кругом есть, где запитать воду. Вот мы ставим кран на гидрант. Можно оттуда пару рукавов кинуть в машину. Машина где-то там стояла. И она может целый день работать. Будет запитывать водой, а отсюда подавать. То есть одна такая машина может потушить целый лагерь? Может. Этот лагерь может. Запросто. Проблемы с мобильной связью никак не сказываются на безопасности детей. Как раз наоборот. Здесь даже создана своя пожарная дружина. Шесть человек на постоянной основе проводят беседы с ребятами о мерах безопасности. А на случай ЧП у них есть рации, чтобы связываться друг с другом. В принципе, очень помогает нам информировать друг друга. Двор-то большой. На каждого отряда идет два воспитателя. И с ними же аккуратно один вожатый. На каждый корпус у нас ответственные вожатые в любом случае. Я там другой, другой, другой либо. Выводим технично потихоньку. Потом смотрим, остался ли кто-либо. И их тоже технично. Последними только выходим. С воспитателями выводим. Каждый раз, когда к нам приезжают дети посменно, в первой смене мы вместе с воспитателями, включая воспитателя, проводим с детьми инструктаж противопожарной безопасности, проводим учебную тревогу. Мы включаем пожарную сигнализацию, выводим детей на первую площадку через пожарные выходы, объясняем, проводим с ними инструктаж и беседу, как действовать при пожаре. Результат работы дружинников виден уже сейчас. Воспитанники РЗИ знают не хуже профессионального пожарного. Как пользоваться огнетушителем? И что такое пожарные рукава? Во время пожара нужно звать взрослых. Если у них есть телефон, нужно звонить и потом позвать пожарных. А если нет телефона, нужно бежать за огнетушителя, потушить пожар, направить на пожар шланг и пожар потушить. В случае пожара твои действия? А надо взять огнетушитель. Он уже закрытый? Ты ключик какой хочешь брать? Я сломаю вот это и возьму ключик. А там что? Шланг. Для чего этот шланг нужен? Чтобы потушить пожар. А как он работает? Нужно подключить воду, чтобы там подошла вода. Нужно взять шланг и потушить огонь. И направить. Направить не надо. Направить шланг. На каком расстоянии нужно будет направлять шланг? Два-два метра. Учебная тревога пройдена. Теперь осталось проверить наличие в лагере огнетушителей. Их срок годности и не только. Данный огнетушитель январь 2015 года. От этого, как выясняете, пять лет. До 2020 года получается. И еще подавление, податчики давали. Вот он сейчас на зеленом стоит. Соответственно, он в рабочем состоянии. Проверка продолжается в спальнях. Ведь именно здесь кто-то из ребят может играть со спичками или другими воспламеняющимися предметами. Эффективность работы датчиков. Сотрудники МЧС проверяют, поджигая бумагу. План эвакуации и инструкции поведения при пожаре находятся на каждом этаже. Далее по пункту проверка документации. Пожарная сигнализация в рабочем состоянии. Имеющие первичные средства пожаротушения тоже в рабочем состоянии. Соответствуют требованиям пожарной безопасности. Сигнализация сработала. Соответственно, все прошло нахорошо. Проверка пройдена. Лагерь может продолжить работать в штатном режиме. Напомню, после трагедии в лагере в Хабаровском крае в результате пожара погибли четверо детей. В регионе объявлен трехдневный траур. Владимир Путин поручил провести проверки во всех лагерях страны. В нашей республике их уже прошли. Нефтяник в Молгобеке. Там были выявлены некоторые нарушения. И лагерь Эрзи. Амина Бокова, Асхаб Белокиев, Новости 24.